Я уже говорил, сейчас на Украине распространяется такой слух, слушок, что, значит, как будто бы при последней встрече Байдена и Зеленского, якобы Байден поставил Зеленскому условие, что Украина должна готовиться к войне с Россией. И это главное условие, при котором американцы готовы, значит, далее оказывать помощь, в том числе Зеленскому лично и Украине, она должна готовиться. Потому что американцы по Афганистану поняли, они не хотят больше воевать. Американцы сами своими солдатами, своими руками не хотят больше воевать. Надо найти идиотов, которые будут воевать. Россия — это проблема. Создать ситуацию войны было бы неплохо, потому что это даст целый ряд возможностей для тех же американцев. А кто может воевать? Вот есть такие, например, дурачки, как современные политические украинцы. Значит, надо их к этому толкать. Я не знаю, правда это или не правда, но, еще раз говорю, я вот эти данные услышал от украинских экспертов. То есть в украинских экспертных кругах ходит сейчас вот такой случай. Яков Байден поставил перед Зеленским достаточно жесткое условие, что Зеленский должен привести Украину к реальной горячей войне с Россией. Но это же конец. И именно поэтому возникает вот эта ситуация, когда Зеленский говорит, ну я не думаю, что Афганистан можно сравнивать с Украиной, поэтому Америка, как он думает, надеется, нас не бросит и так далее. Но это настолько опасные игры, которые там и Зеленского, и всю Украину приведут, но окончательно к такой очень неприятной черте. И потом, опять же, мы не можем не реагировать на все эти вещи. Тоже это очевидно. А во всем остальном, я говорю, он все более и более какие-то бессвязные речи выдает, в которых вот, ну, просто логики не хватает. Ладно, даже предположим, ты там качаешь свою позицию. Но пусть твои, как бы, вот эти, условно говоря, там, смысловые блоки, будут как-то связаны относительно понятной логической цепочкой. Но у него вот с этим делом очередная проблема. То, что у него там эти вещи одна на другую громоздятся, совершенно непонятно, что он хочет сказать, и он сам явно путается в собственных словах. А вы вообще понимаете, что такое полномасштабная война? У него вот в голове-то это вообще есть? Да слушайте, это вот жалко, что у вас не было перевода. Это же просто какой-то бред. Одно с другим совершенно не вяжется. Вот там рассказывают, что, значит, Украина шагом назад, своим отступлением, значит, остановила войну. И это вроде как само по себе победа. Бредят он унесет. Видно, что он его, в общем, несложный вопрос поставил в довольно сложную ситуацию, он не знает, что сказать. И уже не говоря о том, что он плохо говорит по-украински. Совершенно очевидно, с трудом подбирает слова. Я думаю, что украинский он выучил совсем недавно. Смысл не в том, что я специалист по-украинскому, но смысл в том, что явно это для него вообще не родной язык. Ему приходится что-то выдумывать. Он говорит на нем как на иностранном, причем на плохом выученном иностранном. Мне кажется, даже там люди, которые сидели, они не могут до конца понять, что же он хочет сказать президентской, целой такой европейской и независимой Украины. Но в конце концов, да, в конце концов, в итоге-то он несет полный бред. Да, война может быть, да она уже, наверное, идет, да вот, так сказать, но с другой стороны ее как бы и мы вот своим отступлением ее остановили. То есть он путается, путается вот буквально в трех соснах, да, и для него это явно тяжелый стос. Но я не случайно, что действительно это может быть связано с тем, что его поставили перед какими-то очень как бы неприятными условиями, потому что, да, вот те же украинские эти все эти друзья, как бы эксперты, коллеги и враги, они подчеркивают все вот эту вот утечку, которую та же самая CNN пресловутая дала в связи вот с этими 33-мя как бы спецназовцами или эти ЧВКшниками, значит, российскими, которых задержали в Белоруссии и, значит, признаются, что в этом участвовали и украинские, и американские спецслужбы. В общем, эта утечка не в пользу, значит, этого, как его, значит, Зеленского, по той простой причине, что он-то довольно долго говорил, что они к этому никакого отношения не имеют, а потом он говорил, что, конечно, к этому не имеют никакого отношения американцы. То есть мне кажется, что его ставят в какие-то достаточно жесткие условия постепенно, и он должен выполнять какие-то обязательства, какие, непонятно, взял он их на себя, не взял, трудно сказать. Но вот эта его путаница в показаниях по поводу войны из последних выступлений, она говорит о том, что у него в голове что-то какие-то вещи не сшиваются, возможно, он просто действительно находится в ситуации какого-то трудного выбора. Потому что на самом деле Украина не готова никакой войне с Россией, да и нам бы, честно говоря, такой войны-то особо и не надо. А Зеленский подавно не готов, потому что ему просто страшно, и он не понимает, чем все это кончится. В конце концов, еще раз повторю, на самом деле это похоже на ситуацию с Саакашвили, когда Саакашвили точно так же, ему как-то как бы мозги закрутили, крутили, крутили. Давай, Миша, попробуй решить вопрос с Южной Осетии военным путем, а мы тебя поддержим. А когда у Миши ничего не получилось, про это все забыли. Но только Южная Осетия и война с Россией, это вам совершенно не одно и то же. Это совершенно разного масштаба проблемы, и для Украины действительно может стать катастрофой. Кстати говоря, и для Грузии-то эти попытки Саакашвили тоже стали катастрофой в каком-то смысле. Почему? Потому что до этого момента, кто не помнит, Россия не признавала независимость Южной Осетии и Абхазии, несмотря на то, что они неоднократно обращались с этой просьбой. А после этого это признала, что закрепила распад Грузии. А до этого еще обсуждались какие-то варианты, давайте поговорим о федерации, давайте поговорим о конфедерации, еще о чем-то в этом роде. А после этого все, разговоры закончились, если говоря уже о том, что военное поражение не прошло, так сказать, на даром, а сам Саакашвили по итогам лишился, в общем-то, президентского поста, и сейчас тоже прячется, ну, фактически находится в бегах. И даже все усилия, которые прилагаются там, да, его для возвращения, пока ни к чему не приводит. То есть ничем хорошим это, значит, ничем хорошим, так сказать, Украине-то, совершенно очевидно, не светит, да, не обещает ничего хорошего. Да, и кстати, кстати, да, немножко тему войны, если продолжить, слушайте, тему войны, это что такое, то, чтобы наши понимали люди, да, ну, как бы вот у нас тоже есть определенная усталость от украинской темы, и, в общем, она понятна, да, это действительно так. Но, тем не менее, посмотрите, если речь действительно идет о том, что американцы науськивают, значит, Украину на войну, ведь речь-то идет не о Донбассе, это для тех, кто не понимает, речь идет о приграничных регионах России. И если немножко расшифровать вот эти слухи, там смысл такой. Байден, говорят, рассказывал Зеленскому, что Россия вот-вот, так сказать, начнет разваливаться. Вот там выборы одни, выборы другие, так сказать, да, какая-то внутренняя смута, значит, Россия начнет разваливаться. В этот момент этот развал надо подтолкнуть военным вторжением Украины при поддержке Америки, куда? В Россию. Речь идет не о Донбассе вовсе. Я иногда слышу дозамучили вас в Донецком и Луганском. Друзья мои, речь идет не о Донбассе, не о Донецке, а о Луганске. Речь идет о Ростове-на-Дону, о Краснодаре, о Симферополе. Речь идет о, так сказать, о приграничных областях. Вот о чем речь идет. Вот что у них там в голове, так сказать, это, бровицы. И Зеленскому, конечно, страшно, если его действительно толкают таким этим самым поступком. Речь идет о наших регионах, приграничных с Украиной. То есть, грубо говоря, схема простая. Сейчас вот зашатать эту самую ситуацию, в том числе используя там выборы. А потом взять и подтолкнуть этот распад, например, скажем, каким-то способом, в том числе военным, со стороны Украины. И Байден в этом смысле обещает, как бы, а за это, говорит, Зеленскому, а нет. Вы не только вернете себе, условно говоря, Крым, Донецк, Луганск, но, может быть, даже получите что-нибудь от этой Российской Федерации, какую-нибудь Ростовскую область. Вот о чем речь-то идет. Потому что часто я говорю, слышат, да хватит вам про эту Украину и прочее, прочее. Да, про Украину говорим много. Но надо понимать, что эти внешние и внутренние вещи всегда завязаны. Всегда завязаны. Вот понятно, что мы там не Ростовскую область, никакую другую, как бы, да, понятно, не отдадим ни в коем случае. Но эти вещи обсуждаются. Эти вещи обсуждаются. И, да, я думаю, что, так сказать, это крайне важно. Теперь про этого дебила, да, который там сказал про латиницу. Но вот, опять же, эта тема довольно, так сказать, старая. Я много раз говорил. Несостоявшаяся государственность украинская, да, приводит к абсолютной каше в голове. Попытка сочинить какую-то историю, противоречащую фактам, противоречащую тому, что на самом деле Украина себя лучше всего реализовала в составе большой страны, приводит к тому, во-первых, что в головах разброта шатания, откровенной некомпетентности и незнания, а кроме всего прочего приводит к тому, что на ответственные должности приходят полные дебилы или откровенные авантюристы, или и то, и другое. Вот этот вот Данилов, да, который из СНБО возглавляет, Совет национальной безопасности и обороны, ни много ни мало. Раньше, так сказать, говорят, торговал крашенными щенками в Луганске. Он сам, так сказать, из Луганска, да, аферист какой-то, мошенник, который вот сейчас сделал такую карьеру, представляете, и теперь несет такое околесище. То, что это полная чушь, это ясно даже, если встать на позиции вот этой украинской незалежности. В конце концов, на той же самой Украине вот они уже много лет развивают, знаете, культ запорожского казачества. Запорожские казаки, это вот, так сказать, борцы за наши вольности, это вот люди, которые стояли у истоков украинской государственности, в том числе. А я хочу спросить, а вы помните, за что эти запорожские казаки воевали? Ну, а они грабили, конечно, очень много, как водилось в те времена. Но вы помните, за что и с кем они воевали? Они воевали с теми, кто сегодня является друзьями современной Украины. Они воевали с поляками. А почему они воевали с поляками? Потому что поляки хотели прийти, окатоличить всю Украину и на украинский язык пройти в польский, заменить его на польский, то есть ввести ту самую латиницу.